В центре города уфимцы могли заметить необычные граффити на злобу дня от уличного художника сказка. Юноша закончил боксу, работает кассиром в Байраме, а его основная творческая деятельность – писательство. Через свои рисунки он привлекает внимание к своей прозе. К примеру, эти мухоморы, которые уходят вслед за божьей коровкой. Первая работа художника, которая появилась еще этим летом. Что хотел сказать юноша и боится ли он стычек с полицией? Художник ответил на эти вопросы, не раскрывая полностью свою личность, возраст и даже настоящий голос. В Санкт-Петербурге пару лет назад группа молодых и отчаянных энтузиастов изобразили огромный фалос на разводном мосту. За минуту до его поднятия, либо за две несут. Через несколько минут этот огромный фалос встал победоносно и гордо взирал на здание ФСБ, расположенное напротив этого моста. Моя божья коровка уводит мухомор из плена ФСБ. Это нарисовано также рядом со зданием ФСБ. Художник оставил свой тег в виде ссылки на его инстаграм в надежде, что вся Уфа восхитится его талантом и подпишется. Однако, вопреки ожиданиям, в течение двух недель после исполнения рисунка на него подписался всего один человек. На сегодняшний день у уфимского граффитиста почти четыре сотни поклонников, которые фотографируются с его работами. При этом юноша пока не имел серьезных проблем с полицией. Мои действия могут попасть под статью 7.17 КОАБРФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». И ответственность по этой статье – административный штраф в размере от 300 до 500 рублей. Но это лишь в том случае, если протокол будет составлять невежда. И если же сотрудник полиции найдет в себе силу, возможность и интеллект, дабы оценить мою работу по достоинству, то мне выпишут премию. Я в этом уверен. Среди подписчиков уфимского художника есть защитники Шихана Куштау, а также участники красно-белого протеста в Беларуси. Четыре этих человека в момент протеста в Беларуси и в момент борьбы за гору Куштау атаковали меня просьбами как-то на эту тему высказаться. Я решил, что объединю эти темы в одну и нарисовал гору Рашмор с четырьмя Лукашенко. И работа моя называлась «Живе Куштау». Сказка ломает привычные представления об уличных художниках. При этом он ловко избегает конфликтов с правоохранителями, сбивая тех с толку. Если ты рисуешь днем в центре города что-то красивее, слово «бил», то все вокруг, включая полицию, будут думать, что ты делаешь это с разрешения. Ведь в голове обывателя не может уложиться мысль, что кто-то просто возьмет и при свете дня на глазах у всех станет делать искусство. Уличный художник, представление большинства, это школьник в черном балахоне, рисующий глубокую ночь. Если даже при свете дня с гордо поднятой головой в центре города появится молодой человек в черной шляпе, элегантном клетчатом пальто и кистью станет что-то рисовать, все будут думать, что это рисуется на заказ. Как только я это понял, стал рисовать днем и только днем. Работы этого художника можно трактовать по-разному. Сказка объяснил изображение, например, вот этого Чиполина, прямиком из киберпанка, который изображен между детским садом и 126-й школой. Художник задается вопросом, что может быть сложнее для ребенка, чем отказаться от телефона и социальных сетей, а герой советских мультфильмов будто бы говорит, я вам не овощ, и я не стану сидеть в телефоне всю жизнь на грядке. Я протестую только против анонизма и зависимости от социальных сетей, что, в общем-то, одно и то же. Ренигия, политика и многое другое – это перегной, из которого произрастает художник. Я буду глупо протестовать против дерева, на котором оно растет. Все, что я хочу сказать жителям города, я говорю в своих работах. Здесь, если позволите, передам привет бабуле. Бабуле, привет! К сожалению, у художника часто его работы долго не живут, и их закрашивают краской. Сказка говорит, что в этот момент он будто потерял своего ребенка. Такая судьба точно не постигнет граффити, которые согласованы или заказаны уфимской мэрии. Я благодарен администрации за то, что они рисуют батыров и гроздь винограда в форме Пашкортостана. Потому что, глядя на антикоронавирусные граффити и такую высочайшую степень безидейности и безвкусия, невольно кажется, что нарисованный на заборе пьюх будет смотреться куда интереснее, современнее, гармоничнее, актуальнее и смелее, и ценнее с точки зрения искусства. Что же такое уличные граффити? Для одних это искусство и современный способ самовыражения, а для других – вандализм. Однако не стоит забывать, что существуют такие акты вандализма, которые порой остаются незамеченными и стали уже чем-то привычным для современной России. Это и разбивание умных остановок, и поджигание памятников культуры или их осквернения, а также многое другое. Эльнара Хасанова, Лилия Галямова и Роман Нагуманов. Телеканал ЮТВ.